Колтушские высота Машину оставили возле кладбища, в церкви Ну, по совету нашего марафонца И здесь он бегает Дорожки здесь для бега, наверное, мягенькие такие, хорошие, не асфальтовые И сейчас мы изучим это местечко Надеюсь, будет полезно Для прогулок в семью, я думаю, очень хорошее место По крайней мере, мне оно пока очень нравится Посмотрим, что будет дальше Если хочешь, треногу можно отвязать, если она тебе мешает Да нет, не надо Ну, что, старт Президента Президент поехал осматривать без нас, без охраны Поэтому потеряли президента Остановились О, конские подарки Здесь на лошадках катаются Вот и Владимир Владимирович Как осваиваешься? Ну, вижу, чистенький Ты без нас только не падай, хорошо Падать хорошо только на камеру Вот по этой дороге, кстати, на зле очень некомфортно ехать Потому что она считывает Тут надо привыкнуть Даже мне Потому что она считывает все эти неровности Всю эту колейность Поэтому колесо ходит ходуном туда-сюда, туда-сюда Что, наверх поедем или куда? Поехали пока туда Куда едем, да? Ну, езжайте вперед, чтобы я вас против солнышка не снимал Мне что-то спорт-режим не нравится, скорее всего Это он А что он делает? Я не знаю, у меня начинает покадровка какая-то Тогда выключай спорт-режим, если можешь Там двойным нажатием, да, он делается? Да, я вот вспомнил, да, выключил Поехали тогда, да? Не надо нам спорт-режим Потестируем потом Вот сюда, с семьей, с детьми На колесах прийти, все объехать Сейчас мы посмотрим здесь вообще Ну, кроме чистого воздуха, что здесь еще есть? Так на свежем воздухе погулять Я так понимаю, здесь на мотоциклах ездят Вот очень много следов На велосипедах, безусловно Там Василий рассказывал, что здесь на собаках На упряжках Да, ну, даже летом, с колесами У него даже один такой упряжечник врезался Зимой он шел по лыжне Ему навстречу идет упряжка собак А там две упряжки Одни собаки вправо, другие влево И его вот этой телегой сбило, прикинь? А этот мудила, который ехал, блядь, на собаках Еще гонит, блядь, что вы здесь Ну, на человека, который по лыжне едет, понимаешь, блядь? Прикинь, насколько люди Невоспитанные А вон там на квадриках гоняют Ну, как гоняют Ездят Уныло Езжай, езжай туда Я, если что, перееду Игорь разошелся Игорь, ты без нас особо не разгоняйся, хорошо? Президент почувствовал силу Супер силу Так что, друзья, на колесах это весело Такое чувство, что ты летишь, надо идти над всем Главное контролировать себя и уметь падать Тут стекло было, Андрюха, смотри там иногда Какие-то идиоты здесь стекла побили А так этот трек, я так понимаю, для квадриков По которому можно погонять и на велики И на колесе На чем угодно Игорь пропал с поля зрения Вот что, значит, человек волю почувствовал, да? Уважается Да Понял, что это такое Вторая поездка он уже, конечно Ему с молодежью, с молодняком с нами неинтересно Конечно, он топанул уже Все изучить На трамплин можно? На трамплин, обязательно Только сначала освоимся Вот я сейчас на зле Поеду по боковой такой херне Вот Наклон идет Колесо у меня, естественно, вот старается обрисовать его То есть Ноги поламывают Но это все дело привычки На Супиксе, конечно, здесь будет не так То есть будет помягче, хорошо Колесо не будет уходить За счет давления Вот куда он умотал? А вот даже упадет, а даже не порадует народ Вот при торможении такие, да? Тряски появляются Я думаю, что это обойма наружная проскальзывает Здесь люди говорят, удобно бегать, хорошо Блин, вот куда, а? Сорвался Игорь, пизда с ней едь Подожди нас Черт побери Или камеру ему надо дать Черт побери Побери Ты в порядке там? Да Надо ему зло дать, наверное Чтобы он это Сильно не разгонялся Звук такой забавный Вот части от квадриков Или от чего тут Ты без нас, ты не уезжай Родное сердце Ну мы же не снимаем тебя Нет, так это важно Это важно Я понимаю, тебе поноситься хочется Давай мы сейчас попрогуляемся А что ты сюда не заезжаешь? Ну-ка я видишь, что он уехал там перерыв Пришло возвращаться Ну Что это там за палатка такая? Чи какие-то гоняют Это мы сейчас, я так понимаю, на квадриковый трек едем Ну вот вам пашня такая Но это жесткая пашня Гребеночка Она, наверное, у них гребенка называется Сейчас главное, чтобы на нас никакой квадрик не выскочил Полуумный Мы можем, кстати, перекусить пока Единственное, что в сухомятку придется перекусывать Что-то там за бумажка висела Надо прочесть, что там за бумажка Вот такой здесь пикничок Есть там, где можно посидеть Согреться, растопить Прочтем, что это О, это какие-то верующие, религиозные люди оставили здесь Для тех, кто может гадости делать Чтобы они гадости не делали А вот это фаллический символ у нас здесь Да, здесь какие-то староверы Погляди Какие-то староверы здесь, вон, ритуалы делают Главное, чтобы не жертвоприношение Интересно, он так и должен выглядеть с яйцами? Редные яйца Я надеюсь, не чьи чувства, не оскорблю Ну что, прикольно, харизматичное место Ты смотри, здесь везде вон эти столбики стоят Может быть, это место поклонения староверов Экскурсия у нас такая Мы с уважением ко всем религиям, которые к людям относятся Ну вот кто-то работал, кто-то Может быть, для корпоративов это что-то такое А может, люди, которые организуют здесь покатушку религиозную очень Все может быть Ну туда, допустим, вот Даже мостик сделали, так чтобы туда никто не закатывал Чтобы здесь не осквернили Я так понимаю Основное место Ну мы здесь перекусим И поедем дальше Правда, в сухомятку даже воды не взял Друзья, у меня есть бутерброды с колбасой Мы их сейчас съедим или подождем, когда будет питье? Питье, озеро там дальше Когда оно будет Что вы думаете? Питье в озере Ну что, на сухомятку нормально нам? Нормально Все, на сухомятку у нас сейчас колбасочкой там Бутики, да-да-да-да, перерыв Да, здесь, слушай, здесь вон везде символы Да, люди чувствуются, ушли в религию Те, кто это все организует Главное, что без вреда для окружающих Да, кто-то на машине приехал На сумме еще раз трек поставим на страве Сейчас так и не зашел за ней, не поставил А я сейчас замечу пробег по какому-нибудь колесу Пробег с пробегом, а тут будет все-таки трек Ну это хорошо, трек тоже хорошо Пригодится Так Так, начало поездки Ну проехали мы так, сейчас километры Вот начало поездки я фиксю Ой, да, общий пробег 2,350 2,300 колесико подо мной походило А потом на чего вообще-то было Можно даже сегодня кипнет А там, смотри, горы А это полтуша Это полтуша новостройки там Видал? Новостройки Да, новостройки видны А это последний отворец Чередной мототрек он вот там вот Так Уважаемый Привет Телефон Убираем Руки Руки Мыли Аккуратно, аккуратно колбаса вылетит Ты можешь один хлеб убрать Это я на свое усмотрение Просто не завтракал Поэтому я сказал Жена Сделаем мне по два хлеба Не, можем есть А можем птичкам оставить Так что Я-то съем больше Не-не-не-не Что ты Пока не сниму Блин, иди свой термос не нашел Как бы с термосом было вообще Не забывайте термос Теперь знаем Это у нас вторая вылазка Я думал Здесь все-таки Что-то такое культурное То есть Есть где-нибудь Столовка Какой Средь Аккуратно 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 Там было Приятного аппетита Все восстановили? Я-то За этим леском там и не озера Там подача Ну Как мы кушаем Интересно Подождите Не всем Многие голодают На нашей планете Поэтому Продолжение следует... Можно... Надо РНТВ посмотреть, чтобы узнать, что их такое... Нагадил здесь... Аккуратно, слева, наверное... Аккуратно, слева, наверное... Размерение в другом выйдет какой-нибудь аккуратнее? Да... Ну я не... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok аккуратненько хорошо для отработки техники вождение моноколеса очень хорошее место интересное газку побольше если что это все треки я так понимаю здесь мотоцикла можно в аренду взять квадрики и мотоциклы и на них повеселиться вот такое интересное местечко мы сегодня нашли по наводочке что приезжайте сюда отдыхать снимайте как хорошее видео ты главное близко к обочине не есть чтобы не зацепить педалями обочину ага а то развернет колесо смотрел одного блогера который travel блогер налево или наверх наверх да 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 андрюха тот который педалью за корень зацепился и хорошо так шлепнул да 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 брызговичок с пленовой он сколько уже пару месяцев то точно стоит я иногда знаешь колесо падает на него она прижимается пошоркивает в этом ничего ну игорь слушай для второго раза выката такой уверенный режим да ты главное расставься вот и сейчас вот ты сутуленный такой ты можешь спину развернуть плечи это на тебя все сразу смотрят и думают о чем так зажался особенно с горы без спешки передышка да вот вот это ну она такое болотистое но наверно когда-нибудь было нормально доедет она была где-то на каждую страны может быть она там может это просто пожарный водоем мне кажется озеро было бы небольшое но она глубокая и без всяких этих деревьев дальше куда едем дальше куда едем ну там это там где мы хотели машину оставите там где конюшня правильно понимаю но давайте вот домики коттеджные да вот которые мы смотрели смешные такие это аля российская америка поехали поехали на горку справишься и он может по левой дороге на ману спокойнее без спешки ты главное расслабься сзади ногу не держи и где пожалуйста когда стартуешь всегда нога сбоку 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 это самая большая ошибка ох ты блин хорошо что ты здесь не поехал это просто trPN колея такая я сказал педалями не цепляет здесь невозможно педалями не цеплять ну и уклончик здесь такой да идем 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 бурочку горочка горочка давай злюка золюкать и не меня давай 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 давайте качестве . молодец давай 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 наклоняйсяgre�� заехал ты погляди а на какую гуру заехал без пияжки тут здесь я так понимаю в пейнбол играют страйкбол пейнбол краски я не вижу наверно страйкбол а может краска после дождя сходит ну какая-то такая рекреация вот смотрите какие красавцы привет привет собачки ну значит туда на горку до заедем оттуда куда хотите туда съездить ну давайте а потом как вернемся все хорошо я тебе сейчас дам тот телефон на приложение уже поставилась пауза каком качестве или чего просто нажимая думаю здесь много качества нет просто не вон красный да когда дождь наверное здесь но на машине смотря на какой машине опять-таки я так понимаю это какой-то клуб для игры там пейнбол да ну что заедем сейчас наверх там где-нибудь я поменяю аккумулятора по что у нас по зарядкам там все нормально все хорошо все колеса на заряжены или только без энтузиазма хорошо аккуратненько и вот-вот чё сутулишься чё не выпрямляешься будет я стараюсь это не 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 ты это ногами можешь ногами через ноги можешь передавать колени знаешь вот так вот подсогнуть у меня есть она тогда у меня едет выпрямляйся стана у тебя вес какой какой 80 до ну да оптимально вот василий точно так же здесь и бегает тоже здесь удовольствием получает огромные перепады вот все работает у тебя ну тогда поехали на вы на высоту заехать ты хотел андрюха иди нас тогда куда хотя так я пою тогда впереди потому что солнце оттуда здесь такая коленость хорошая очень хорошая коленость то есть а зле здесь бы было бы если учиться то вообще не кайфов что аккумулятор поставили на зарядку отлично сто процентов 2 аккумулятор обязательно обязательно обсуждали как здесь они комфортно жить в этих домах если рядом квадрики ездят мотоциклы спортивные ну что ты куда хотел дальше на ту горку хотел залез на эту горку да ну давайте ну давайте давайте сейчас где-то градусов минус 6 минус 7 видок здесь уже такой прочненький но на водоемах еще не встал еще пару дней только такая температура по колее зло идет так сложновато что случилось что случилось без спешки без спешки игорь смотри 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 вот и ногу всегда сбоку старту всегда сбоку запомни это как коленки посуду подгазни подгазни тело помнишь как ты стоишь возле стенки и вперед назад делаешь ерзаешь ты же не согнут ты делаешь это ногами переносом в тяжести жук жук а то получается очень согнут такое чувство что ты блин когда едешь очень много сил тратишь ты же хоккей когда играешь ты же не 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 согнут так ой у нас горочка здесь супер горочка нажми еще раз включиться она при резких движениях я так понимаю отключается сел может быть хотя там мененый аккумулятор когда зажимали ступно он бы сразу отключился где на кнопка есть вот включение сверху сверху дальние сверху тогда ничего не зажали ну старенький айфон у нас получается что сел разрядился до вынимая нафиг я наверно лавы рюкзак да пока на себе или мне положить игорь заехал он съезжает уже стадикама на 360 дежурим этот телефон надолго не хватает получается насколько было заряда процентов 70 не насколько его не хватает ни на сколько не хватило на холоде я подниму вот эту нам бы вот это сейчас попробуем по хардкору а у тебя интересно в телефоне есть этот угломер у меня на глаз получает сколько здесь градусов 20 там немного хорошо и ладно зато руки свободно и буду наслаждаться поесть так что поснимай-ка я попробую заехать за тобой не еду носили ну что игорь как готов ну что ты владеешь тут надо подгазнуть так чуть-чуть по нормальному да и по ровному но мяч у тебя спокойно оно тебя затачивает абсолютно спокойно абсолютно спокойно газу 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 вперед оклона не хватает уже да нормально да я привыкну к этому будем привыкать ну что мы поехали дальше тогда да коней на переправе не меняем убрал хочешь на свой хочешь еще свой посадить да ладно слушай хватит нам одной твоей а спешки надеюсь что сейчас не пригодится слушай сейчас проверю страула пишет на меня или нет что-нибудь президент красава без нас далеко не уезжай да ну здесь запаса прочности видать педали хватило не заснял эту коварную горочку что-то я выключил лишь а вот как игорь шлепнулся надеюсь что камера засняла ты не ушибся не поднимай колесо когда она включена ты не ушибся что произошло педалью зацепил или что тут крутанулся и сюда выехал расслабься он птичка какая красивая синичка без спешки ногу сбоку не ставь пожалуйста пожалуйста да 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 сбоку всегда сбоку как-то велосипеде ой смотрите или это трясогуска что это за птица белая песчаная такая как в пустыне дорога песочек такой беленький вот песочницу детям такой нам офигенный наверно песок пылить наверно как собака но наверно лепить из него и с водой смешивать вообще классно борщевичок раздавим мощный борщевичок здесь лесные дорожки у нас да здесь очень хорошее место что покататься и здесь не наскучит то есть здесь абсолютно спокойно часа полтора-два можно гонять андрюха я пылю его я пылю и не особо а сейчас попробую проехать попылить чуть-чуть есть так для картинки ой ты смотри все и ним покрыто здесь мягкий свет приятно весной здесь люди просто даже гулять газа ну-ка я чуть-чуть надеюсь не сильно забыли иногда хочется попылить конечно где наша бригада расслабься поприседай попрыгай расслабься с ними зажим вот забавное место вообще а там еще выше горка какая то есть выходным наверно здесь народу очень много прощения чуть я не подрезал он на ту на ту высотку можно попробовать заехать вот типические места мы здесь разведаем так что колтушки и высота это очень приятное место друзья странно что здесь нет ни одного памятника неужели здесь не воевали вообще обязательно надо поставить наверняка здесь что-то хоть было а там еще выше места есть кого видишь давно не был я тут уже не помню нет озера то найдем 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 вон мы туда туда на ту горку еще заедем дальше давайте съездим на самую высокую точку на ту гражданка наверно да если что powerbank есть и это хватит еще сколько там показывает на стадиками точечек ну и все он зарядит давайте на ту горку поедем одну секунду тебя поставить на зарядку андрюха если что сориентируюсь где мы есть ну вот мы на высоту сейчас наедем заедем и посмотрим с высоты то всегда видно съездим съездим туда съездим и горьков без спешки хорошо контент нам нужен такой позитив ну что кто вперед хорошо как андрюх это готов что-то опять дисбаланс дисбаланс у него ну ладно попробую 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 посредине он из-за провода да да и перепады да хорошо поехали как на прямки поедем туда или окольными путями на прямки наверно да 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 на ту гору поедем только здесь могут быть вот этот заезд вот крутой заезд не знаю надо технично его преодолеть технично главное без пешки но технично потому что вон там песчаный заезд а по песку по рыхлому колесу не здесь по вершинам иди игорь кто там говорил чур про дороги а здесь можно вообще по траве игорь слева по траве можешь у кого пика не ты можешь по траве справа ты не включил она не включена ты же чувствуешь она не держит горизонт все теперь держит горизонт нога сбоку ну как же тебе ну блин ты можешь съехать а потом стартануть а что за страх нога сбоку ну как же между ног нога между ног ты запрыгиваешь на колесо на колесо надо зашагивать газу 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 опасность колеса в том что на него запрыгивают а надо шагать лучше да и рядом с ним помнишь когда мы учились ты шагал рядом с колесом не за ним а ты опять запрыгнуть хочешь вот тебе говоришь а ты все равно по-своему делаешь почему вот видишь я шагаю я опытный райдер вот я шагаю у меня нога блять не сбоку они не сзади она сбоку вот вот я могу ногу поднять понимаешь вот блять она из-под меня не выйдет а ты опять сзади держишь пиздец простите за мой французский слева по травке слева по травке потому что здесь такая замерзшая колея а потом все равно придется заехать даже я не заехал потому что съехал травки а выезжайте по травке отсюда же мне не стартануть горку в такую просто под разбито надо злиться ну блин это же элементарно вот вот ну вот а ты вот так вот все делаешь о офигенного тебе и озера и все остальное смотри туристские маршруты памятника природы колтужские высоты андрюха на подъеме остановился да здесь просто колейность такая здесь одному нормально съехать и заехать а когда ты еще снимаешь посмотреть если телефон захватит вы находитесь здесь вот видишь где мы находимся да справа вон там маленькая на озеро да а там побольше да ты понимаешь куда вот это токаревское озеро куда нам смотреть я не до конца понимаю это как раз одно второе где купались в этом тоже купаюсь зато народ народ денег сколько отдал за эти дома здесь да вон наш город он красота какая другая с ними обязательно да 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 он из-за шнурка будет говорить про баланс передохни до доволен что выбрали балаклаву дать тебе или наденешь давай на день а то лицо красным становится заметишь когда обморожение пойдет такое обморожение такой погоды а поля какие забавные таки давай давай На фоне спуска. Обязательно, сейчас. На фоне города? Да. Выпьем на природу, то он просто на фоне города. Протирай его иногда. Сейчас у тебя замши выкорчат. Да. Камеру, где? Протирай. А я только сейчас обратил на это внимание. На фоне города, да? Или на фоне каждого? Да. Сейчас портретная магазин. Вот так, чуть-чуть. Вот так, чтоб рисунок. Ну, я понимаю. Зато свет офигенный. Пока у нас еще аккумуляторы на камерах не посадились, предлагаю продолжить маршрут. План, наверное, найти озеро. Да, план найти озеро. Это мистическое озеро, которое везде есть, но нигде нет. Вот у нас карта. Вот где мы находимся. Какой озеро и куда нам надо? Маршрут. Надо понять. А где у нас город вообще, блин, относительно всего этого? Вот карта, они могли как-нибудь север-юг? А, север-юг. А, север-юг. А где у нас север? Север там. Вот это девятки. Вот там север, значит? Да. Север, как бы он вообще в ту сторону идет, но это край, да, север города. То есть они не сориентировали, да? Не, ну вот карты поставили. Ну нас путают. Значит, нам куда? Назад? Вот туда? Вон там озеро? Ну, судя, потому что там дома настроены, значит, там действительно дома озеро. Я говорю, все застроено. Раньше было все как-то проще. Все было пусто и знал, куда едешь. А сейчас... Даже пока что непонятно. А сейчас... Вот у нас линии высотных передач, да? Они здесь отмечены? Наверное, вот они идут, да? Плохо, что кладбище не показано где. Вот там озеро. Вот там озеро было. Понимаешь, они были, в принципе, друг от друга недалеко. Поехали. Одно было как-то вот так вот, а тут что-то дальше показано. Давай проедем. Это маленькие. Нет, туда есть дороги нету. Есть куда, дорога есть. Игорь, дорога есть. Для нас везде дорога есть. Вон поехали. Все, бери колесо. Поехали на тут. А? Вот оранжевая линия по маршруту. Давай мы здесь в дебри не поедем. Думаю, да. Какие дебри? Вон мы туда едем. Вон туда, давай, давай. Давай на это, вот. Да, да, на это озеро, да. Ну? Где мое колесо? Кому какой спуск нравится? Нам без разницы. Нам без разницы, это точно. Можем по всем съехать. Давайте, господа. Игорь, нога сбоку, пожалуйста. Между ног всегда колесо. Я понимаю, что ты привык. Но так удобней и безопасней. Мне очень не нравится, когда мне потом люди говорят, Виталик, а вот оказывается ты был прав. Мы сделали, как ты нам говорил, не делать, блять, и ушиблись. Мне это ни хрена не нравится. Вообще ни капельки. А все-таки это... Даже я опытный ездок уже. И то вчера вон навернулся. Поехал уже во все. Там у нас и лед, и ямы везде на работе. И темно, не видно ничего. Я поехал без света, безо всего так. И вот подскользнулся, видать. Камушка соскочил, боковое соскальзывание, и колесо упало. Поэтому, какие бы опытные мы не были, всегда аккуратненько. И соблюдаем технику безопасности. Я уверен, я себя чувствую уже. Главное не зазнаваться и педалями не хватать. Туда хочешь? Ну давай на солнышко выползем. Все равно направо надо будет. Давай туда. По идее маршрут, он же все равно должен проходить мимо озер по-любому. Ну тогда основная дорожка. Вы езжайте прямо, а я сейчас на секунду что-то заскочу наверх. Я к вам, к вам. По маршруту направо или прямо? Направо же. Нет разы, Андрей? Едем. Что ты думаешь? Или прямо прокатимся? Вершина Камма, береговой холм 500 метров. Березовый холм 500 метров. Какой-то березовый холм. На котором мы были наверно. Это все туда, да? Да. Давайте направо. Вот туда съездим. Съездим туда? Давай только на неровном, аккуратно стартуй. Хорошо? Да. Без спешки. Я понимаю, что ты уже опытный язык. У тебя за плечами уже аж километров двадцать уже мы накатали, наверное, в совокупности. Это что у нас? Транснефть, какая-то реклама чего-то. Здесь заправка была когда? А, это наверно. Наверно здесь что-то. Обозначение от провода. Да, да. Я предлагаю на горку, чтобы посмотреть. Да. По траве езжайте. По траве очень комфортно и ровно. Но против солнца очень фигово видно все. Когда с высоты съезжайте, аккуратно педалями не зацепите. Я сейчас зацепил, поэтому аккуратно. Поэтому я съехал. Ой, какая красивая штука. Ты посмотри. Ты посмотри, Андрюха, вообще. Как будто светится она именем покрыл. Барханы. Барханы. Ты сейчас Игорь увидишь ледяные барханы. Да, да. Видал, какая красота, а? Хорошо, как подморожено. А так высыпучая такая была ерунда, да? Ну, не, нормально. Она и сыпется нормально тоже. Не так комфортно ехать. Могло быть просто... Так что-то озеро вообще не замечает. Ну, давай проедем туда? Едем туда, вон там. Просто так машину не поставили. Наверняка на озеро какое приехали. По песочку поехали теперь? Вот в сторону у меня. Вот сейчас я пылить буду, да? Да. Ну, давайте тогда, чтобы я вас не запылил, езжайте вперед. А я чуть-чуть пропылю. Иногда хочется попылить. Но когда ты никому вреда не наносишь. Песочек мягенький, такой кайфовенький. Вот и маленькое озеро. К нему подъедем. Мы можем подъехать как и просто к нему. Здесь главное аккуратненько. Не цепляемся педалями. Упал. Проходите, проходите спокойно. Полшага, да, ты с головой. Вот в этом озере. Момент в море. Моментально в море. Да. Вот так вот, друзья, все наши природные заповедники. Мы можем с вами за 10 минуток объехать. Ой, там ледок. Вы можете по пологому съехать, Игорь. Игорь, смотрите, вы можете вот по дорожке съехать. Вон, поаккуратненько, за Андрюхой. Андрюха, да, без пешки. Съедь, съедь, съедь. Там ледок пошел, представляешь? Озеро схватываться начнет. Это самая маленькая? Да, сейчас, наверное, подъедем к этому. Ледком прихватило, прокачило. Ко льду, да. А? Хорошо. Сейчас мы здесь. Вот у меня с той стороны. Ротвеллер. Что у тебя с губой? Губолопнуло, нет? Нет. Может точно? Ага. А, вон там вышка, смотри, кто-то напротив нас. Мы с ним там, я вылез. Он туда подбегает, вот так вот шаг, и все, из головой ушел. А там головой, буквально полметра уже с головой, знаешь? Ты это озеро помнишь, да? Да? Вот она и есть. Перед дорогой, смотри, наверх. Там площадка какая-то обзорная. Давай на эту площадку выйдем. Похоже на это? Что? Через озеро напротив нас. На какую площадку похоже? Вон, смотри. Ну, нет, это я вижу. Похоже на площадку обзорную. Ну, давайте съездим на эту площадку. Тут можно и понизу. Да, понизу сейчас проедем и туда выедем, да? А второе озеро вот там. Ты уверен? Должно быть, да. Ну, давай съездим туда, посмотрим, может его засыпали? Не-не-не. Сейчас я прокачусь быстренько. Ну, больше этого гораздо. Нет, я тут сейчас представлю, тут надо проездить. Так проедем, чего нам проезжать-то? Ну, хочешь, давай туда проедем. Где у меня ротвеллер мой грант? Убегает, ну, решил поплыть. Вот и поплыть. Ну, ехать желательно. Да, лед красивый, кристаллами встает. Да? Что ты совсем-то бросил? Ха-ха-ха-ха. Я как разъезжал, я в большую страну немножко разъезжал на машину. Разрушение. Ой, смотри, собака по льду идет. Он не ломается, смотри. Ой, вот смотри, ребенок зашел, не ломается. Не, ну там мелко. Но ноги намочить может. А с другой стороны там это, не мелко. Ну, мы здесь спасем, если что. Ты смотри, там видать прозрачно и красиво. Ну что, подъедем, поглядим? Куда? Да? Куда, куда. Так, мамаша. Подъедем, подъедем. Я вообще вон у нас, я вообще мужчину предпенсионного возраста на колесо поставил. А что это? Может на колесе? Сейчас лед проверим. Не, не, вон. Сколько мороз стоит? Мороз один, два дня стоит мороз. Маленький мороз. Надо, чтоб стояло градусов десять и дня два-три. Пойдем, ну да. Она потом видео посмотрит, сделает выводы. Туда, 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 по низу, сейчас проедем на смотровую площадку. Пойдем. Пойдем. Ну что, Игорь, тебя только ждем. Родное сердце. Пойдем. Владимир Владимирович. Или ты устал? Нет, поехал. Ну там еще тоже совсем. А что, там плохо? Ну давай я проеду сначала. Чего там? Хорошо, хорошо. Не ешь меня, пожалуйста. Все хорошо, давайте. Аккуратненько только. Без спешки. Я за президента боюсь. Давай аккуратненько. Давай, давай. Прийди, 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 прийди. Слушай, ну палку кинули, даже палка еще не пробила. Слушай, здесь похолоднее, чем в городе, конечно. Мне температуру-то городскую пишут. Не, ну меня на колесе он пока еще не выдержит. Я бы с удовольствием прокатился, но блин, я не ребеночек. Я ребеночек, который весит 120 килограмм. Плюс колесо 30 килограмм почти. И то год 150. Вот через денек, через два можно было бы. Раскользило. О, смотрите, я могу делать фейерверки. Андрюха, видал? Когда песочек, конечно, на склоне скользит, шашечек не хватает на колесики. Ну скорость маленькая была, так бы заскочил. Заезд хорош. Андрюха, ты заехал или зашел? Заехал. Заехал. В-8 заехала. Потому что я просто за Игорем постеснялся. Про что ты говоришь? Ну, я говорю, делать кому-то нечего было. Все расколотили, расстрелили. А, ну, так у нас же... У нас же народ попадается. Иногда даже адекватные люди ведут себя просто как... Под воздействием алкоголя. Под воздействием алкоголя. Ну, она убедилась, конечно, что лед, наверное, прочный. Но... Убеждаться он еще не может быть прочный. Еще мороза-то много не было и сильно-то не было. Здесь похолоднее, конечно. Ты знаешь, какая? Уху-ху. Согласен с тобой. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну да. Все просто. 10% Куда поедем? Дальше туда, по маршруту? Да, наверное. Куда хочешь? Куда хочешь? Либо встать на зарядку, либо... А что он там написал? 10% Ну и окей просто, окей. И окей, окей, но... Поставим в сумку на зарядку. Полчаса он еще начал. Да. Хотя до нуля может, конечно, быстрее. Ну да ладно. Игорь, тебя сфоткать? Видишь тут еще... Тут просто против этого. Да, где-то... 92-го, 90-го. Твои колонки отключены. Вот за разлом. Застроили, поэтому... Может быть... Колонка включена? Ты видишь огонек, там горится? Нет, ну я слышу. Ты видишь беленькие? Есть кнопочка горит? Вот здесь вот. Вот она, когда включена, там беленькая горит. Видишь? Да, мигает. Вот это сейчас мигает. Да. А вот это я сейчас выключил. Я слышу, что откуда-то... Колесо, колесо. Колесо. Конечно. Это может быть от колеса. Я думаю, что-то непонятно. Ты хочешь передохнуть? Нет, поехали. Поехали, поехали. Чего ты? Сейчас темнеть уже будет. Это нам повезло, что... Ты такой супер чувак, который во все горки заезжает. Друзья, моноколесос для туризма самая офигенная штука вообще. Особенно для семейного туризма, когда вы на машине можете куда-то выехать. И со всей семьей, хоп, и объездить все места. Все места. Все места. Томыч? Давай вперед. Так, на той горке мы были, да? Да. Да. По прямой тогда влезем. По левому маршруту или на эту заедем наверх? Сбоку, сбоку. Пару шагов всегда в движении зашагивай. Да, спокойно зашагнул. Видишь, без прыжков, без всего. Круто. Нога у тебя снизу голая. Тебе не холодно? Нет. Ты не замерз точно? Нет. Ты смотри. Нам это... Ой, Андрюха, извини, я тебя чуть не подрезал. Давай. Ничуть не подрезал, а подрезал. Держим дистанцию всегда, да? Всегда. Ладно, потом итог я тебе скажу, но подушки мне сегодня не беспокоят. Не беспокоят подушки? Нет. Они есть, я знаю, что они там есть, но они никак в тот раз натирают, мешают. Нет. Так это при том, что мы не по-ровному ездим, а должно наколбаситься. Я уже свои подушки начал чувствовать на зле из-за того, что она постоянно и справа влево переваливается. Знаешь? Получилось, наверное, непривычно, что на том у меня вообще нет никаких упоров. Подушечка маленькая, да? А здесь что-то есть и... Игорь, без спешки, пожалуйста. Мы даже ничего не увидим. Владимир Владимирович разошелся. Вон пошел, а, летчик. Удется нам не отставать уже. Ну что? Вечер перестал быть тонным. Игорь, пожалуйста, аккуратно. Я тебя заклинаю. Я понимаю, что ты ас. Ну что, гонки-то гонки. По крайней мере, это не по проезжей части Петербурга. Тьфу-тьфу, не дай бог. Молодец, молодец, президент. Кстати, шипов не хватает. Шашечек ты имеешь в виду, да? Которые копать будут? Не-не-не, шипов на педали. А, на педали? То, что соскальзывать начинает? Да, конечно. Для экстремальной езды шипы нужны. Да. Потому что нога постоянно уходит куда-то. Микро вот этих подергиваний. Ну, что поделаешь. Все профессиональные педали, они с шипами уже. Так, мы здесь были, сдается мне, нет? Вот это здание, это пейнтбольное, наверное, нет? Не факт. Не факт? Мы здесь не были тогда, получается. Вот мы выезжаем. Опять вон эти столбы. Мы здесь были. Вон эти перуны стоят справа. Да. Вон они. Только теперь у нас что? Сейчас у нас необузданный президент. Хрен догонишь. Хрен догонишь, да. У нас все стоковое. У нас нет никакого тюнинга, кроме брызговичков от грязи. Даже шипов на педалях нет. И тем не менее, мы можем абсолютно спокойно путешествовать здесь. Конечно, когда слякать и грязь, столько удовольствия мы не получим. Но всегда есть трава, по которой можно сбоку преодолеть это. И не провалиться. Ну и мы едем не грязь смесить, мы едем познакомиться с новой локацией. Локация это Колтужские высота. И это хорошо. Да. Главное, аккуратненько держись за мной. Контент, конечно, вещь хорошая. Ну что, я так понимаю, ты на второе озеро нацелился еще. Главное сейчас не сознаваться и расслабиться, да? В туалет, кстати, можно еще сходить. Сейчас к лесу подъедем. Я бы отлил жидкости. Здесь объезд. Мы уже сейчас вдоль кладбища поедем. А сейчас посмотрим, трасса-то здесь. Мы уже отновились. Кладбища. Сейчас посмотрим, здесь схема есть, слава богу. А, кто-то все-таки покорябал. Какая-то сука выстрелила. Или это просто не сука, а просто от времени. Я тебе говорю, там много машин. Просто так они же не будут там стоять. Вот слева дорога большая. Без пешки, без пешки. Не сзади нога, сбоку, пожалуйста. Да, мы с самого начала ехали, потом поехали к этим столбам. Сейчас я заеду, посмотрю, что там. Да, здесь перегородили дорожку. Дальше дорожка есть лесная. Есть дорожка лесная. Наверное, специально дорожку перегородили, чтобы туда люди не ездили. На машинах. Да, дальше лесные дорожки есть. Вот лесные дорожки. Аккуратненько помним, здесь не совсем ровно. И дальше отсюда нам стоит решить, куда идти к озеру. Вот по этой большой. По этой большой, да? Отлично. Справляешься? Поехали к озеру. Вы там в порядке? А это большая загибается куда? Туда идем? На вершину? Давайте наверх съездим, а? Ну, посмотрим, что там. Игорь, смотри корни. Не, это молодцы, что сделали, чтобы на машинах прямо к озеру не подъезжали. Во-первых, людей штрафовать не будут, потому что по законту это нельзя. Ну и люди пешочком гуляют хорошо. А если на колесах, то вообще сказочно. Я говорю, друзья, никакого кризиса бы не было, если бы люди поняли, что такое моноколеса. Все бы хотели только моноколеса, как в Советском Союзе автомобиль. Хочу, хочу, хочу на горочку туда заехать. Ох ты, ничего себе здесь съездики. А здесь трасса для экстремальных велосипедистов, кстати. Да ну их нахер. Да вам посмотри, там вообще такие штуки. Сейчас я покажу, аккуратно. Сюда не едьте только пока. Сюда не едьте, потому что я испугался за вас, поэтому сошел. Здесь трассы, которые когда-то были трассами, а теперь они превратились в развалдасы. Да, здесь классно. Я слишком стар для этого дерьма. Ну что, здесь едем или там? Не-не-не, обратно. Хорошо. Мы тихий отдых. Тихий, семейный. Да. Ну, увы, 8F пока себя показывает наравне со злом и со супексом. Можно будет фары включить, чтобы у нас заметнее было. Пока не надо. Сейчас как-то не начнется, и камеру разметим. Красота какая, да? Да. Ступенечки такие. Друзья, уважаемые там МВД и вооруженные силы, скорее берите себе на вооружение, стройте заводы, осваивайте наши бюджеты, чтобы у нас армия была самая сильная, самая подготовленная. На моноколесах обязательно. Ооо, коренные ступенечки обожаю. Корневые. Вон здесь вырвана земля прям. Колесико-то вообще от восторга вибрирует. Я тебе скажу, на Эс-втором здесь было бы опасно. На Эс-втором, да, конечно. Могло провернуть вполне себе, продавить колесом на спуске особенно. Да. В горку? Вон озеро. В озеро. В озеро? В ладбище, да? В ладбище, вот там. Друзья, только аккуратненько за мной, да? Да. Мы объезжали его с той стороны там дорогу. На песочке не тупим. Здесь колея. Здесь колея. Цепляем педалями. Виталий, у нас вообще дорога должна быть с той стороны озера. Ну, давай там проедем. Виталий, на кладбище туда к шлопаму приехал. Ну, давай я на разведку съезжу. Я когда-то попал, да? Давай я на разведку съезжу. Подождите. Да, для разведчиков колесо, конечно, это самая тема. Вот здесь проволока идет, да? Здесь идет колючка. А там какой-то стратегический объект. И попорчено здесь нормально так. В наличии. Дальше колесико не едет, потому что очень неровно. Это единственная зона, которую пройдем пешочком. Пешочком ходить не хочется, проковыляем. Говно подзастыло, поэтому... В смысле грязь. А вот дискомфорта нет. От проваливания, от пробусовки. Забора тут не знаю, то ли вдоль кладбища, то ли нет, но... Выход к озеру есть. Он не облагороженный. Вот в болоте, но провалился. Которая не застыла. Сейчас оставлю колесико здесь, а сам подойду к озеру. Здесь можно провалиться в воду. Вот оно озеро, второе. Все озера мы нашли. А это забор не знаю вдоль чего, кладбище, не кладбище. Да, козырные озера, но их бы тоже на моноколесе погонять. Но пока лед еще не встал, это небезопасно. Друзья, давайте спускайтесь аккуратненько. Аккуратненько спускайтесь. Доехали дальше. Давайте сюда только без пешки. Где-то пройдитесь просто пешком. Игорь, Андрей! Давайте сюда! Эгегей! Без пешки! Давайте сюда! Озеро здесь. Только без пешки. Здесь есть пару мест, там где пройти просто надо. Включите фары на колесах, чтобы вас видно было. Одно короткое нажатие на кнопку. А то вы как солдаты замаскированы. Без пешки, аккуратно. Здесь идет суровое уже. Здесь просто ручку выдвинете и спокойно пройдете. Вы молодцы, молодцы. Только доехали до окончания, вот до болота доехали. Все, здесь уже можно. Оп! Можно ручку выдвинуть. Слушай, нет, ну просто вы здесь ни разу не были. Не были. Ну и все. Да, 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 ехать, ехать. Здесь хорошо ехать. Конечно, конечно. Здесь уже можно хорошо ехать. Чего? Колючье просто. Так я сам удивился. Это что, Клабищенская, что ли, колючье? А? ГУЛАГДА. 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 Сбоку. Угу. Да, да, да. Пару шагов там проехать и 20 метров. Можешь и песком пройтись. Там будет неровно, увидишь, там можно колесо оставить. А можно протащить. Фоточки сделаем с колесами. Без пешки. Заодно аккумулятор поменяю, потому что, наверное, подсеваю. Здесь аккуратненько, здесь уже сходим, сходим. Я здесь уже продавил грунт до болотины. Сейчас пройдем. Ну да, простите меня, пожалуйста. Я же жиробаз, надо легкий впускать вперед. Давайте колесики возьмем туда, там фоточку сделаем. Фоточку. Фоточку. Аккуратно в воду не провалитесь. Тут надо смазать направляющие, что-то плохо стали заходить-выходить. Сейчас дристанет. Слушай, я бы дристанул с удовольствием, ну блин. Сменных вещей нет, да и плаваю я не очень хорошо. Выстоит. 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 Выстоит, но едет. Да. Вот это озеро, это озеро. Оно меня держит, сухо. Ой, прошу прощения за выражение, не хотел ругаться. Абсолютно даже не трещит. Даже не трещит. Даже не трещит. Ага, вон я вижу, трещинка шикарная пошла вдоль веточки, которая нагрелась от солнышка. Нет, было бы дня три минус 15-20, тогда можно. А сейчас пока, ну-ну-ну. Ну давайте сфоткаемся. Так, колесики где ваши? Впередка встань. А можете их притащить сюда, сфоткаемся на фоне? Не, не надо. Как ты любишь? Как я люблю. Вертикально? Ага. У меня и так, и так. Ну что, попробуем как-то вместе сфоткаться? А вот там кто-то ездит, значит там есть дорога. Как на нее выйти? А в дороге взяло, я думаю, есть. А может он там поверху? Слева. Так что только что на мамочку гнали, да? И тут сами три мамочки. Ну слушай, мы самостоятельные. Да. Мы ответственность, да, мы сами за себя ответственность несем, да? А это клуша. Согласен. Согласен. Одни там сидят выпивают, что-то там шашлыки жарят, а это просто. А это две разные компании, мне кажется. Так, держи. Еще раз. У нас фотосессия. И так у нас первый лед. Хрустелка. Первый лед хрустит, трещины идут. Поэтому на лед пока, друзья, не выходим. Аккуратно. Очень небольшие едут. Особенно леды козышей. Очень хочется пальто прокататься. Но это пока очень опасно. Очень опасно. Только под присмотром и без резких движений, а то будет вот так вот. Но лед радует. Приход зимы радует. Друзья, вставайте на колеса. Радуйте родных и близких и берегите. Опа. Трещинки пошли и такие. Трещинки пошли. На льду нельзя резких движений. Вот эта трещинка, эта от меня появилась. Такая хрустелочка. Так по льду все хорошо, только без резких движений. Без резких движений. Ребята уехали, надо их догонять. Опа. Боковое соскальзывание никто не отменял. Опа. 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 Мы заехали сегодня, наверное, туда, куда льнородка вообще не заходит. Давно не заходил. Опа. Хорошее место. И вправо к траву в дун проваливается. Через сок. Вот так он может провалиться и выскочить, но это не страшно. Опа. Пошел я за командой. Опа. Опа. по песку наверно поездили хочется контент сделать хочется пойду прокатиться ну реально понимаю что он тут пищу а я понял я поставим на зарядку потому что грунт аку мы можем поэты проехать как статьи наверх пойдет да 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 провалы мягкий грунт ямочки подземелье что выезда едем уже или еще потаторную выезда конечно уже этим не стемнее сейчас чехол у меня стадии по-моему так у нас первый лед хрустелка первый лед хрустит трещины идут поэтому на лед пока друзья не выходим аккуратно очень хочется пойду прокататься но это пока очень опасно очень опасно и без резких ну лед радует приход зимы радует друзья вставляю ставите на колеса радуйте родных и близких и берегите трещинки пошли такие трещинки пошли на льду нельзя резких движений вот эта трещинка это от меня появилась такая хрустелочка так по льду все хорошо только без резких движений без резких движений ребята уехали надо и догонять опа боковое соскальзывание никто не отменял мы заехали сегодня туда куда народ то вообще не заходит давно не заходил и праву праву проваливаются челецо может провалиться и выскочить но это не страшно пошел я за командой надо смазать ручку давно не смазал тяжело заходит по песку наверно поездили хочется контент сделать хочется пойду прокатиться ну реально понимаю что он тут пищу я понял я поставим на зарядку ну потому что грунт так мы можем поэт и проехать как стать и наверх пойдет да 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 провал и мягкий грунт ямочки подземелье что сторону выезда едем уже или еще кота ну вы же конечно уже тем не стемнее сейчас надо только что телефон уже а то у меня блок сим-карты стоит все телефон включился стоит на зарядке куда-то вот опять место есть куда-то убежал так я по вот этой заеду но пока посиделим это пункт дали западами вот это не заезжали не съезжали да игорь галыша там не потерялся бизнес газку 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 звук кивает но едет ну как оценить угол наверно можно по этим колючим проволокам а ты где заехал класс ну что наверх слушай я прокатился чуть-чуть по озеру но чуть-чуть я наверно очка дав наверно уже старпер хочется прокатиться побольше хочется трещины знаешь заснять рисково очень рисково друзья не совершайте поступков таких совсем рисковых берегите себе хотя есть даже спорт такой знаешь по озеру катаешься а из-под тебя трещины расходятся на это в основном на лыжах но в прошлом году там папа какой-то на лыжах то ли с дочкой то ли сыном ну здесь не пошел утонули поэтому да все спорт спортом но блин когда от нас зависит жизни наших детей родных и близких пожалуйста да не рискуем собой можем сколько угодно тут что туда поехал я встал тебя на пути прямо до все андрюха хочешь зло попробовать у тебя сейчас будет самое это да давай кстати пока мы едем по дорожке а такая не экстремальная расскажи в 8f у тебя была претензия к подушкам сегодня они меня не беспокоят они сегодня более покладистый чем в тот раз не сопротивляются наверно они привыкли ко мне интересно а тот угол который мы выставляли он остался лучше скорее всего остался потому что я чувствую мне комфортно абсолютно я думаю угол есть надо проверить потом настроечка будет что еще по поводу 8 и кроме того что мы кладбище выехали а ну мы выехали туда там где мы машину поставить такой себе тащит во все горки со всех горок абсолютно комфортно не могу сказать что где-то мне не хватало там или что нет чуть наклонился больше но прет очень неплохое колесо по батарее одно деление до сих пор ну да а пробег у нас наверно как в полоском парке только здесь перепады высот что это у нас таки закончился и погоди она встала точно ну-ка на один раз нажми-ка на кнопочку один раз чтобы фару тебя включилась нет недолго коротко теперь включи колесо на у тебя выключить один раз нажми что тебя заметно было один раз пожалуйста ну вот что вы от детей хотите когда вот взрослые вот такие чтобы тебя видели около 7 километров всего набега всего 7 километров можно говорить тут можно на маленьком сторон катать ну тут перепады большие перепады и надо смотреть за дорогой это колесо позволяет и чески если по допустим там уже павловскому парку ну если не по грязи потой а чисто по дорожкам просто попал конечно нет и старого для прогулок хватит вопрос сколько она выкатает у нас по этой температуре все-таки здесь горки были здесь была нагрузка грубо говоря два часа тех же вот как мы здесь катать 10 километров а нам бы скорее все проехал но у тебя одного деления нет у меня одного деления нет у игры мы судить не можем он вообще постоянно на друзья люди живут и умирают опасная зона где где справа здание а так вот это место и огорожено же колючей проволокой что там вообще такое происходит что там такое творится незаконное захоронение безвину убиенных и охрана есть видишь свет горит все по-взрослому видишь и даже там свет горит хотя они за него деньги платят не просто так я тебе про фару говорю самое время включать ну я президенту не указываю он уже сам сусом поездочка по фару включи наверно к озеру давайте уж да очень интригует давайте чуть-чуть туда проедем да да нет здесь открыта дорога блок убран это от лохов тепло коза загорожено поедем дальше а все остальные знают что здесь дорога есть с дороги она загорожена так что у нас по поводу в 8f еще ничего не могу сказать вполне себе сбалансированное колесико и по городу покататься вот это уже на это некрасиво конечно но городу все боятся и портит городу кататься очень неплохо такой красави получается забегу норма отрабатывает мягкая достаточно ой напрасно я еду так высоты хватает педалей ох ты вот второе озеро вот это двойное озеро мы одно нашли 2 3 мы были с той стороны и видели здесь велосипедист вот здесь видов то такой когда его раздавили он был маленький вот озеро с той стороны мы были ах соблазнатский ну что небольшая прокатушка ох ты слышал ты слышал это ты слышал этот звук офигенный прошла по всему это по это так кайфово было вот она вообще красивый да вот она пошла трещина туда смотря какая трещина здесь пошла 2 вот то пошла вдоль туда в озеро эхахахах красотища то толстый толстый ну слушай нет не сильно сантиметров 5 но вода же искажает ну я хоть проехался хоть хрустит ты сейчас нагрузку еще даешь сейчас пойдет прошла хорошая ну так бомбанула нормально конечно 1 1 хорошо 3 красиво да главное что записалось фокус по кромочке так и обкатись вокруг скажи на что ты меня толкаешь лед еще слабый что резко не должен вопрос где-то здесь промоена солнце же было какая-нибудь фигня он камень какой-нибудь нагрелся вот этот ломанный что это залет такой он уже трещины пошли пошли видишь ломаются сейчас на катайся провалив видишь на ломала да да поехали все свою по крайней мере я давайте вон туда подъедет там еще не нового нет не хочется звонкую трещину не ну хочется звонкую трещину куда же без этого до боковое соскальзывание это мне чтоб я не поехал дальше поехали там где это ну вот куда проедем там где лед еще не тронут и гамна на льду без резких движений ты меня слой это лед а дорога вокруг озера но мы можем туда прокатиться посмотреть слушай здесь может быть глубоко слышу я здесь стал и хватит мне сегодня давайте проедем посмотрим что там за дорогу а вот дальше быстренько потом назад звучную трещину сделали сделали блин по периметру бы конечно прокатиться озеро но блин ну неразумно блин я боюсь что дети начнут повторять а этого делать ни в коем случае нельзя я это делаю только потому что рядом со мной двое взрослых которые меня вытащат любом случае и колесо на которой я встану и спокойно доеду до машины за 10 минут один в одиночку это не делаете конечно ни в коем случае что вы должна быть команда спасателей профессиональная подготовка а то вот так можно упасть руку сломать все провалится нафиг под вами и все и кирдык не жизнь закончилась она с моноколесом только начинается поэтому пожалуйста на тонкий лед не выходите если вы ходите и делаете это только под присмотром специально обученных людей аккуратно здесь не совсем ровно аккуратно здесь не совсем ровно и да не пойду я туда не пойду не хочу не хочу ну может быть на лыжах и можно даже на конкурсе нельзя нельзя вот станет лед тогда можно пока не если что мы его спасем да да виноват буду я оказал дурной при ни в коем случае не повторяйте я веду себя как сейчас веду себя как дурак прошу прощения только что мы тетеньку ругали за то что детей на лед но мы детей не выкинула но сами ведем себя как дети да не своих не чужих да вот схватился зима начинается аккуратно смотри здесь могут быть неровности дальше объедем посмотрим что там вокруг этого озера идет да 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 туда проедем направо сейчас игорь к бы раз теряю музыку поставить да дорожка это такая вообще ну ехать туда конечно не хочется только если по краю дальше не ездил давай на колесах пройдем на пройдем этот участок давайте пройдем не ну чуть-чуть чуть-чуть просто на машине вот если ты сказал я на машине туда ездил там ничего нет здесь замерзший вот такая острая хрень они даже колесо пробить можно поэтому мы не едем по ней а идем так и с лошадьми все то же самое а сегодня ознакомительная поездка по поводу ручки классно то что кнопка и что она выдвигается прям в руки но при этом чтобы его сложить потом нажать и чуть-чуть вверх не 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 надо нажать чуть-чуть вверх подернуть тебе надо разблокировать чай шарики понял приноровиться надо там все просто чуть-чуть подернуть вверх ну давайте орлы сокола стараемся ногу сбоку ну как получается так делаем это пожалуй единственное что там можно говорить когда-то обучаешь человека многие говорят вот там научить эта проблема надо объяснять это можно неправильно научить пожалуй только ногу ставить правильно научить и все это на первом руке дальше жизнь не закрепляется главное на дню без резких движений ты только что видел да надо привыкать плавно шлепнуться может любой если резко что-то сделать так и на автомобиле только машина уйдет юзом а мы пузом задача выяснить что это за тропа я самый тяжелый подо мной все провалилось без спешки и без ёрзань люди помойкой занимаются ну да 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 это сюда еще не дошли сбоку сбоку или пожалуйста сбоку люди которые считают свою планету помойкой дуб блин это помоечники фу фу ну зачем зачем это козлы и конченые люди которые были я не знаю вот таких людей надо перевоспитывать каким-то образом ну я думаю это скульптурой с воспитанием с семьей лошадка здесь хорошо я тебя поздравляю ты едешь на настоящее хочешь покататься это как-то никогда не катался на съезде покатай сейчас много мест таких и стоит это недорого рядом стоит это недорого но радости особой я не испытываю и мой позвоночник тоже там какой-то вот может там делают наркотики будь здоров ворота открыты забор есть для в эту сторону не видно но он такой на прозрачный дата там что-то есть а вот туда если мы поедем получается озеро обогнем скорее всего хотя мы селись помоле водоле но теоретически игорь скорей тебя ждем давай быстрее да прямо давай только без пешки аккуратненько давай давай топи-топи ознакомительная часть маршрута у нас было уже теперь у нас часть покорительная по верху езжай по верху по верху по верху куда-то на 3 ты погляди здесь люди живут так может эта дорога через забор она куда-то ведет чего стройка дом строя до ну-ка это випа какие-то строят там чего-то где-то либо туристическая база на там делать нечего до человека в доме сестра только на участок приобрел очень странно хотя другой стороны там даже трансформатор на есть все равно странно ну поехали за бабки сейчас ну поехали господи прости зато мы теперь знаем кто мусор туда бросает может и нет конечно ну и судя потому что у него вокруг этого здания нет ни забора ничего может это какая-то коммерческая они строят что-нибудь базу какой-нибудь не забор он еще не успел поставить странное место очень странно может быть дальше если проехали может там что-то и есть ну вот поездочка наша подходит концу сейчас едем уже к машине местечко очень интересное местечко очень интересное есть где покататься есть где по отрабатывать какие-то даже элементы внедорожной езды просто свежим воздухом подышать семье мы катаемся уже сколько времени не знаю как вы я то вообще не чуть-чуть ни капельки не устал это кислородом надышался ну что по дороге спонаправа поедем нет колтожские высоты на можем по той живописной давануть которая проверить ну вот такие разлипухи взрослых дезиньевых друзья не мусорьте и наш мир станет чище ну ты решил контент сделать конкретный ты цел все по ногам не получил вот но зато мы сегодня и лед пробивали получается ну потому что не ну потому что солнце-то светило же грязь то нагревается толщина льда тут толщина она замерзнуть не успела точно не ушибся и я-то вообще сошел ну хорошо так мы здесь вроде не ехали как нет мы здесь вроде шли мне кажется что мы здесь шли я на своем колесе по крайней мере еще могу без страха пробить его а вы на своих аккуратней там покрышечка потолще где-то было место где мы вообще не ехали это место было хочется хочется песенку мастеряю поставить сейчас попробуем дорогу на смотри быстрее будет наверно мою ладно ладно сейчас я сделаю дорогах так ты пока да вот такая дорожка самая крутая дорожка на которой я это дорожка дорожка даже мне пришлось чуть-чуть напрячься я русская дорога а дальше просто скоростной шоссе президент уже впереди а 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 что а а а вот Побони в Москву Уживание 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 Слова на войне Так как дорогая мать Воронить в Риме на Кубань Несколько объявили Мы ворами города И стали все крушить вокруг Ворвали на Кубань И так как у Бая Объясняю что на Синтагар Запомните в рамках Практический прием Когда мы отступаем Это мы вперед идем Вместе с коллагами И лесами Впереди сутаги Просто нам завещана От Бога Русская дорога Русская дорога Русская дорога Здесь Калия Русская дорога Проба От Ну таку да Субтитры сделал DimaTorzok